Добрый день, друзья! Меня зовут Неля и вы на канале Готовить Просто. Сегодня я хочу поделиться с вами рецептом очень вкусных, мягких, воздушных пирожков с капустой. Начинку в этом блюде можно менять абсолютно на любую. Пирожки по этому рецепту получаются аппетитные, румяные и очень вкусные. У них тоненькое тесто и много начинки. Кроме того, в рецепте этого теста есть один очень интересный ингредиент. Сейчас подробнее все расскажу. Для приготовления нам понадобится 300 миллилитров теплого молока, 7 грамм сухих дрожжей, 1 столовая ложка сахара, чайная ложка соли, 2 чайные ложки яблочного уксуса, 40 грамм сливочного масла и муки пол килограмма или 550 грамм. Мука бывает разная, смотря сколько возьмет тесто. В миску наливаем 300 грамм теплого молока. Его можно заменить на воду либо кефир. Добавляем 1 столовую ложку сахара, чайную ложку соли и тщательно перемешиваем, чтобы сахар и соль растворились. Добавляем одно куриное яйцо, снова перемешиваем и всыпаем 7 грамм сухих дрожжей. Теперь небольшими порциями вводим просеянную муку и замешиваем мягкое, слегка дыбковатое тесто. В процессе вымешивания, когда тесто будет еще довольно жидкое, вводим 2 чайные ложки яблочного уксуса. Уксус делает дрожжевое тесто более мягким и воздушным. На этом этапе вводим сливочное масло, 40 грамм, я его растопила. Оно должно быть теплым, но ни в коем случае не горячим. Тщательно вымешиваем и добавляем оставшуюся муку. Когда тесто станет довольно тугим, продолжаем вымешивать уже с помощью рук. Если нужно, добавляем муку. Я перекладываю на стол, чтобы легче было вымешивать. Весь процесс замеса теста занял у меня около 7 минут. Тесто должно держаться одним комком, быть плотным и слегка липковатым. Отправляем его в отдельную миску, накрываем пищевой пленкой либо полотенцем и даем подняться в 2-3 раза. На это уйдет 1-2 часа. Подъем теста зависит от температуры в вашем доме. Для ускорения процесса можно отправить тесто в теплое место. А пока приготовим начинку. У меня сегодня капуста. Для приготовления нам понадобится капуста, лук, морковь, томатная паста, соль, перец, паприка, сахар, лавровый лист, кипяток, растительное масло. Перед тем, как начать готовить, я замачиваю несколько листиков лаврушки в 100 миллилитрах кипятка. Лавровую воду буду потом использовать при тушении капусты. Лавровый вкус распределяется в этом случае более равномерно и не попадается в блюде. У капусты снимаем верхние травмированные и грязные листья. Разрезаем качан пополам, затем на четвертинки. Мелко шинкуем. Лук нарезаем мелким кубиком. Морковь натереть на крупной терке. В сковороду наливаем растительное масло. Добавляем лук и пассеруем до прозрачности и мягкости. Затем добавляем морковь. Как только морковь обжарится, добавляем томатную пасту и обжариваем ее до оранжевого цвета. Теперь всыпаем половину соли, паприку, сахар, перец. Перемешиваем. Добавляем половину капусты. Перемешиваем с зажаркой. Теперь еще немного капусты. Накрываем крышкой и тушим на умеренном огне 5 минут. Таким образом капуста станет мягче и уменьшится в объеме и освободится место для еще одной порции нашинкованной капусты. Перемешиваем. Выкладываем остатки. Добавляем остальную соль, перец, выливаем лавровую воду, накрываем крышкой и тушим полчаса. Каждые 3-4 минуты помешиваем наше блюдо. Капуста получилась очень вкусная, яркая, красивая и ароматная. К ней по желанию можно добавить мясо, сосиски, фасоль, а еще такая капуста отличная начинка для пирожков. Такую капусту можно готовить в обычный день в качестве закуски с грибами или мясом. Подошедшее тесто разминаем руками. Отправляем на рабочую поверхность. Делим тесто сначала пополам, затем каждую половинку я делю на 8 равных частей. В итоге у меня получается 16 заготовок для пирожков. Каждый кусочек подкатываем шар, кладем на доску и накрываем полотенцем либо пищевой пленкой, чтобы тесто не заветривалось. Формируем пирожки. Тесто получилось плотным и совсем не липнет ни к рукам, ни к рабочей поверхности, поэтому мука нам не понадобится. Но если вы боитесь, можете слегка припылить мукой. Берем по одному шарику, раскатываем в тонкий круг. На середину выкладываем 1-2 чайные ложки начинки и защипываем края. Готовый пирожок слегка приплюскиваем и переворачиваем. Такой небольшой пирожок у меня получился. В процессе обжарки они увеличатся в размере. Кстати, такие пирожки можно печь и в духовке. Отправить на противень, затем в разогретую духовку при температуре 180 градусов и выпекать около 30 минут до румяности. Таким же образом я формирую остальные пирожки. В сковороду наливаю где-то на один палец растительного масла и разогреваю его на среднем огне. Когда масло нагреется, выкладываем пирожки швом вниз. Когда пирожки подрумянятся с одной стороны, переворачиваем их на следующую и обжариваем до румяной корочки. Готовые пирожки выкладываем на бумажное полотенце, либо салфетки, чтобы стек лишний жир. Таким же образом обжариваем остальные пирожки. Готовятся они очень быстро, поэтому пока обжаривается одна партия, я подготавливаю следующую. Блюдо готово, можно смело подавать его к столу. Пока пирожки горячие, они очень хрустящие, а как немного остынут, станут мягкими. Посмотрите на разрез. Тоненькое тесто и много начинки. Думаю, от таких вкусных, аппетитных, золотистых пирожков точно никто не откажется. Больше всего мне нравится подавать такие пирожки со сладким чаем. Они получились очень воздушные, мягкие. Друзья, рекомендую приготовить этот рецепт. Свои отзывы оставляйте в комментариях под видео. Если вы еще не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь и нажимайте на колокольчик. Так вы будете получать уведомления о моих новых видеорецептах. С вами была Неля. Всем приятного аппетита и мирного неба над головой! Субтитры сделал DimaTorzok